Здравствуйте! Вот сегодня под флагом семейства Нобелей, вот его самый замечательный, самый известный в истории представитель Альфред Нобель, учредитель Нобелевской премии у нас на экране. Мы продолжим рассказ о новшествах, которые придумал XIX век, чем он порадовал историю техники. Фактически техника – это один из самых интеллектуально нагруженных продуктов человеческой деятельности. Ну, пожалуй, что самое нагруженное, да, это вам не стихи какие-нибудь, да? Стихи пишет один человек, но другие просто ими восхищаются, и всё, и передают из уста в уста, или печатают на печатном станке. А печатный станок – это уже техника. А вот чтобы сделать технику, здесь мало быть одному человеку вот такого вот интеллектуально высокого уровня. Стихи может написать один, остальные могут столетиями его не понимать, а через сто лет кто-нибудь поймёт. Ну, так, наверное, никогда не было, но я утрирую. А вот технику в принципе можно создать только усилиями целого общества, интеллектуальными усилиями целого общества. Надо, чтобы была соответствующая интеллектуальная среда, интеллектуальная атмосфера. Надо, чтобы был создан такой, знаете ли, слой людей в обществе, которые восприимчивы вот к этим интеллектуальным идеям. Ну, что значит, вот стихи. Ну, вот прочитал я стихи, но если я не поэт, они меня не подвигнут на создание своего какого-то вот стихотворного произведения. Да? Я должен быть поэтом, я должен быть готов к стихосложению. Ну, желательно, чтобы я ещё и, значит, знал правила стихосложения, некие вот азы этого искусства. Понимаете, какая ситуация? Так вот, чтобы какая-нибудь техническая новинка подвигла меня на, значит, развитие техники, я должен быть тоже подкован в этой области, должен тоже понимать её. Если речь о внедрении какого-то химического продукта, я должен знать, ну, в какой-то степени знать химию, или, по крайней мере, владеть тем разделом, вот, к которому относится данная новинка. А вот данная новинка, новинка, которая называется «Морские мины», как я вам в прошлый раз сказал, она, в общем-то говоря, перевернула тогдашнюю морскую войну. Морская война середины XIX века стала совсем другой. Вообще, впервые мины, морские мины, придумали, ну, скажем так, придумали, да, придумали на кончике, на кончике, хотелось сказать, пера, скорее всего, на кончике языка американцы. Американцы, Роберт Фултон очень много, значит, сил потратил на популяризацию этой идеи, вот, применение мин. А так идея выглядела так, ящик с порохом подвести под дно корабля и взорвать. Идея очень простая, красивая. И, в общем-то говоря, была попытка реализовать ее в эпоху войны Соединенных Штатов за независимость, когда, я как-то вам рассказывал, была такая первая боевое применение подводной лодки. Оно ничем не кончилось, но, по крайней мере, ничем плохим не кончилось. То есть, ее экипаж из одного человека остался жив, вернулся на базу, да. Ему просто не удалось прикрепить к кораблю снизу мину, да, то есть, заряд пороха. Там идея была такая, просверлить в корабле дырку, а вот у него с этим, значит, буром вышла неполадка. Он не сумел просверлить бронированное днище корабля, да. Вот такая вот история. То есть, мины, как таковые, вообще хорошо известны в истории человечества, в истории войн. Мины на суше, мины на суше, особенно хорошо известны. С помощью мин разрушались крепости, копали подземный ход, туннель тайком, а, значит, осаждающие осажденные внимательно вслушивались, не роет ли кто-то грунт. Специально для этого была вот такая специальная служба людей, которые вслушивались в это дело. Значит, копали контрмину, подводили, то есть, под ту мину подводили свою мину. Вот такая была война, минная война подземная, то есть, там они рыли, как кроты друг другу мины. Ну, вот известно, что увлекались очень вот этими минными галереями, минными войнами в эпоху, подземными минами. В эпоху Крымской войны в Севастополе тот Лебин возглавлял вот это все дело с нашей стороны, со стороны России. Известен взрыв стены крепостной во время осады Пскова, когда Псков осаждали поляки, это в эпоху смутного времени нашего, начала 17 века. Значит, поляки сумели взорвать одну из башен, но так и не сумели прорваться в крепость. Еще раньше Иоанн Васильевич Грозный, его войска под руководством, так сказать, предка знаменитого российского химика Бутлерова, некого Юрия Батлера, значит, взорвал стену Казанского крепости, Казанского Кремля. Вот, ну, там, значит, успехом увенчался этот взрыв крепости, взрыв этой стены. Ну, это было, то есть, хорошо известна была идея. Новый XIX век поначалу внес следующее. Если раньше для того, чтобы подорвать мину такого рода, нужно было использовать Бигфордов шнур. А тут появилась возможность использовать просто-напросто электрический сигнал. Ну, что, амическое действие, нагревательное действие, значит, тока было известно. Все тогдашние взрывчатые вещества, это был, собственно, порох. Порох, дымный порох, это начало XIX, конец XVIII века, когда, собственно, электричество стало применяться в качестве детонатора, да, вот этих самых. Кстати говоря, и на первых вот этих вот кораблях подводных попытки взрывать такую вот мину, прикрепленную к днищу судна, тоже восстановывались как раз на электрической детонации. То есть идея была витала в воздухе, идея была хорошо известна и понятна. В России ее реализовал Шиллинг, вот такой вот замечательный человек, Шиллинг. Звали его по всем правилам тогдашним русским Павел Львович. Павел Львович, он уроженец Таллина, по-современному говоря. Звался он так, вот старинный энциклопедий, про него пишут так, ты, так сказать, Шиллинг Павел Львович, о скобочках, фон Канштаттет. Вот так, две буквы «Т» на конце. Вот он, Шиллинг Павел Львович фон Канштаттет. Ученый человек, значит, занимался наукой электричества. Тогда электричество это было, ну, как вот сейчас компьютеры, так тогда было занятие электрическими свойствами. Вообще с электричеством вплоть до конца 19 века это был совершенно таинственный объект, да, очень загадочный, совершенно непонятный. Никто вплоть до момента открытия электронов не мог даже предположить, вот какова, так сказать, физическая природа электричества, что такое электричество. Даже был такой анекдот, это конец 19 века, некий профессор принимает экзамен по физике у студентов, и вот студент, бедолага, пришел сдавать экзамен, и что-то ничего не знает, все путает, все чего-то. Ну, уж профессор его спрашивает, ну, хоть что такое электричество, ты знаете? Он, ой, профессор, еще утром вот помнил, что такое электричество, а сейчас забыл, какая досада. И вот показывает его профессор всем остальным студентам, вот был один человек на Земле, который знал, что такое электричество, и тот забыл. Вот, а сейчас можно твердо сказать, что электричество – это электроны. Но во времена Шиллинга это была совершенно загадочная субстанция. То есть, поэтому вот, ну, мы как, мы сейчас очень хорошо апеллируем вот идеями электричества, да, оперируем, простите. Нам очень это легко, даже людям, ну, не имеющим такого глубокого фундаментального физического образования. Ток электрический, движение заряженных частиц, в металле – это электроны. Ну, кто этого не знает, скажите, пожалуйста. Это все знают. Вот, приложили, значит, потенциал электрический от плюса к минусу, побегут электроны. Ну, вот и все. Ну, там более, так сказать, продвинутые знают, что там еще там где-то в полупроводниках дырки есть, что там в растворах электролитов там движутся ионы, и отрицательно заряженные, и положительно заряженные. Ну, вот. Вот, а тогда ничего этого не было. Тогда была идея такая, знаете, идея электрической жидкости, что, вот, дескать, вот в этих вот проводниках, в проводящих телах есть электрическая жидкость, которая странным образом бывает почти исключительно всегда, только, значит, если в твердых телах, то в металлах, да. Ну, вот, а жидкости такие назывались электролитами, значит, электролитическая диссоциация. Помните, в школе проходили по химии? А вот тоже вот название такое, электролит. Лит – это камень, электрокамень, то есть вот те соли, которые при растворении давали проводящий раствор, вот их называли электролитами. Вот такие вот вещи. Совершеннейшая загадка была, то есть надо иметь в виду, насколько большой это был, на самом деле, научный подвиг. Вот даже самые такие простые вещи осуществить. А Шиллинг одну такую вещь, очень простую, осуществил. Осуществил очень простую вещь, ну, что значит простую вещь? Вещь-то опасная, рвануть могло в любой момент. Значит, сумел сделать подводный фугас, который приводился с берега электричеством в действие. То есть, на берегу замыкают батарею, значит, под водой происходит взрыв. Взрыв делалось это дело в Неве. Во всей Российской империи, где бабахнуть. Этот эксперимент явно был проведен для дипломатического корпуса в Петербурге, то есть для иностранных дипломатов. Что такое 1812 год, это вы помните. Это не только год, скажем так, рождения первой фундаментальной книги по теории вероятности, которую Наполеон получил на руинах Смоленска. Я как-то об этом вам рассказывал, да, но и год, когда вот Наполеон был на руинах Смоленска, рвался к Москве, но к Питеру даже попыток не было предпринято. То есть иностранцам демонстрировали вот средства защиты, не только многочисленные береговые батареи, которые хорошо всем были известны. Еще и в 18 веке шведский флот никаких шансов не имел прорваться в Питер. В 18 веке еще Швеция воевала с Россией. Иногда, время от времени. Вот, а уж в 19 веке и вовсе не было шансов. А тут еще показали, мы, говорит, а сейчас со дна можем вас взрывать. Куда бы вы ни прошли, мы вас везде достанем, из-под воды ударим, да. Вот такие вот, по-современному сказать, так сказать, фугасы. А по тогдашнему это называлось обсервационная мина. Обсервация, наблюдение. Отсюда слово обсерватория. Обсерватор, наблюдатель. В русском языке любили в то время, да и сейчас любят иностранные слова, которые, так сказать, немножко переделывали на отечественный лад, да. Вот, observation по-английски наблюдение, ну, обсервация, обсерватория, обсерватор, наблюдатель. Ну, сейчас как-то слово обсерватор совершенно где-то там не здесь, не у нас, не в языке. Ну, вот тогда оно было. Вот Шиллинг что придумал замечательный. Ну, повторюсь, он умер в 38-м году неожиданно. Молодым еще достаточным человеком. Ему было около 50-ти. Но по тем временам может показаться, что много, но он был в самом, вот так сказать, в самом расцвете сил, в самом расцвете своей деятельности. Он занимался очень важным правительственным заданием. Он прокладывал линию телеграфа между Петербургом и Кронштадтом. То есть это важный оборонный проект, да. Это как вот по-теперешнему сказать было бы, наверное, какая-нибудь станция дальнего обнаружения, значит, целей, да. Станция предупреждения о ракетном нападении. А это станция, значит, линии связи о предупреждении, значит, Петербурга, о нападении с моря, о прибывших в Кронштадт депешах срочных, да. То есть какая-то приходит с пакетботом срочная депеша. Дальше до Кронштадта, ну, в общем-то говоря, за несколько минут доносит ее электрический телеграф. Шиллинг был автор очень интересной системы телеграфирования. Вот. Там был такой двоичный код. И он, кстати, первый телеграф-то и создал. Первый в мире действующий телеграф вот создал Шиллинг. Об этом отдельный разговор. Но он его создал. Это был телеграф между Зимним дворцом, представляете, Зимний дворец, если знаете Питер, и Министерством путей сообщения. Министерство путей сообщения, знаете, где располагается? Это вот у Пушкина персонаж такой был Евгений, но не Евгений Онегин, а персонаж Медного всадника Евгений, который во время наводнения знаменитого сидел на львах неких, да, на неких львах и любовался на Медного всадника. Тоже, значит, вот на Сенатской площади, залитой водой. Вот эти львы как раз стоят перед Министерством путей сообщения тогдашнего, да? То есть это вот, в принципе, совсем близко. Но вот к великой радости в 20 веке, где-то во второй половине уже приземленных работах нашли вот эту линию телеграфа Шиллинга. В стеклянных трубках шли шесть проводков, да, он, значит, по шести проводам передавал, значит, эти вот самые сигналы, да? А у совершенствованной линии должна была вообще, значит, передавать по одному проводу сигнал. Но об этом отдельный разговор, потому что сами по себе старинные телеграфы до вот этой вот эпохи, так сказать, Морзе, они совершенно потрясающе интересны, совершенно ни на что не похожи, вот с нашей точки зрения, очень интересны. А вот полюбуйтесь, Борис Семенович Якоби, вот такое вот милое лицо, вполне современно выглядящий человек, да? Я вот когда был маленький, он всегда мне казался моим современником. Вот такой вот современный мне ученый человек с важным таким устремленным взглядом. Явно это фотография уже, да? Или как тогда называли, дегеротип. Значит, ну, на самом деле Бориса Семеновича звали Морец Герман. И он был самый, что ни на есть немец из Потсдама, из Потсдама, наверное, правильно так говорить русскому человеку. Получивший архитектурное образование, что очень так вот удивительно. Но когда он попал на российскую землю, а попал он на российскую землю, будучи уже практиковавшим до этого архитектором в Кенигсберге, он, значит, работал, занимался архитектурным своей деятельностью, вот, то в России он как раз попал в тот момент, когда ушел из жизни Шиллинг. Трудно сказать, вот почему так быстро человек переключился на другую область знания. Но вот это очень классический, наверное, пример, вот его биография, как важно иметь лишние знания. Явно, будучи архитектором, будучи архитектором, практикующим, таким реальным архитектором, который не просто вот рисует эскизики домов, он еще их должен, значит, конструировать, да? То есть он архитектор и конструктор, это было в одном лице. Как сейчас один сказал современный архитектор, сейчас, говорит, архитектором быть очень просто, но он и такой современный, такой старый архитектор, маститый. Подумаешь, говорит, вот сейчас, говорит, вот сомни что-нибудь из бумаги. О, значит, так вот, что-нибудь подровнял краешки, а пусть остальное там инженеры конструкцию делают, да? Вот вся архитектура. Да, это вот не очень, так сказать, такая вот сильная взаимосвязь, вот получается, между чисто художественными задачами архитектуры и чисто техническими, чисто инженерными строительными проблемами. А якобы, очевидно, был, скажем так, архитектор-то архитектор, но сейчас бы его назвали, наверное, инженер-строитель, да? Вот, вот инженер-проектировщик сооружений. Надо понимать, что в ту пору понятие сопромата, вот сопротивление материалов, еще не существовало на всю катушку, но, конечно, уже строительной механики некой существовало. Надо было хоть как-то оценивать нагрузки, распределение нагрузки в конструкциях, надо было вот это все понимать. Это тоже, значит, где наиболее нагруженные места, где нужно вот прочнее сделать. Вот, это вообще была смесь трезвого расчета, который до конца не мог быть проведен, и искусство, да? То есть искусство угадать. Искусство угадать и искусство следовать уже известным канонам. Вот почему старинные сооружения такие прочные. Не задумывались, вот стоят они, стоят. Это не потому, что сейчас строиматериалы хуже, или там строители-халтурщики. Нет, они не халтурщики. Но просто расчет сейчас проведен так, чтобы не перегружать коэффициент запаса, не делать слишком большим. Раньше уже сделано было на века, потому что коэффициент запаса был большой, потому все и стоит. Но не все, кстати, стоит. Некоторые вещи рассыпаются, дает усадку, грунт, трескаются сооружения. Ну вот, то есть нагрузка там была вот так. Вот. То есть якобы при этом интересовался, видите, смежными областями. Но какое дело, дело, да? Какое отношение имеет электричество к строительной механике? Какое отношение электричество имеет, ну скажем так, к технологии строительства, к технологии строительных материалов, да? Никакого. Абсолютно никакого. В ту пору, по всякому случаю, оно не имело. Потому что электричество, это, повторюсь еще раз, это был передовая рубеж, передовая граница тогдашнего, значит, познания мира. Вообще что-то непонятное было. А вот он интересовался. И прибыв в Россию, сразу стал электриком. Был архитектором, стал электриком. Вот как полезно много лишнего знать, да? Как неправые люди, которые говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Может быть и так, но... Вот он и сам не спал, и других будил. Значит, электродвигатель разрабатывал. Передовая вещь, электродвигатель. Превращать энергию электрического тока, да, электрического, от батареи тогда ток получали. Превращать ее в энергию, значит, механического движения. Это здорово. Он продемонстрировал, как только приехал в Питер, да, он сразу продемонстрировал самодвижущееся судно на электрической тяге, скажем так, от батарей. Вот он, молодец, что сделал. Я помню, в детстве обожал всякие фильмы про партизан. Значит, это вот югославские партизаны прикрепляют к такой машинке провод, потом крутят и взрывается мост. Или не взрывается, потому что провод оборван. И наши, и помню какой-то индонезийский фильм, когда там очень так со смаком очищали этот провод, чтобы ставить его в эту вот машинку, приводящую ко взрыву. Так эту машинку придумал Борис Семенович якобы. Вот он придумал. Вот он придумал не от батареи подрывать что-нибудь, а вот такой машинке, как хорошо и удобно, правда? С батареями сколько муки. Там и кислота, и от температуры воздуха зависит их работоспособность. Особенно в те времена, представляете? Я еще не успел отвыкнуть от батареек, которые начинают течь внутри фонаря. Вот. Еще не успел отвыкнуть. Вот. А в те времена, представляете, как это была тяжелая и неудобная техника. Тяжелая, причем в буквальном смысле. Поэтому вот эту штучку, динамический принцип, значит, вот принцип динамомашинки для приведения в действие заряда придумал именно он, Борис Семенович, якобы. Вот он что придумал. Так вот он, наряду с нашим героем Нобелем, является изобретателем гальвана ударной мины. Вот того изделия, которое совершило революцию в военно-морском деле. И эта революция была, в принципе говоря, ну, она трагически произошла для России. Ну, не до конца. Все те театры военных действий, тогдашняя война, крымская, вот до революции, по крайней мере, ну, в 19 веке, они ее называли Восточной войной. Вот так они называли. Восточная война такого-то года. Вот эти все русско-турецкие войны назывались тогда Восточными войнами. Так предпочитали их называть завуалированно. Ну, как-то так вот. Ну, такая была традиция называть так войн. Так вот, он-то и придумал гальванную ударную мину. Эти мины были установлены на Балтийском море. И никаких серьезных действий английский флот там совершить не смог. Потому что все пути его движения к российским берегам, к берегам Российской империи, были перекрыты вот этими минами. Они были неэффективны. Заряд был слабый. Заряд был обычный порох, да. Представляете, вот под днищем судна начинает взрываться вот этот пороховой заряд. А может, он там рассыпался. Может, уже нет этого там прессования, да. В тогдашнее время целое искусство было суметь сделать взрывающийся заряд, да. Вот хорошо делать где-нибудь под землей, в шахте. Вот в шахте, под землей, плотно-плотно всю эту вот камеру взрывную заполняют, значит, зарядами с порохом. Все это уплотняется. Значит, закрывается из нее выход. Может быть, даже закладывается кладкой. Вот, и когда поджигают запал, давление повышается, и происходит, значит, сама поджимает давление этот пороховой заряд, и происходит их детонация, да. Либо вот в каком-то таком замкнутом объеме. Ну, типа, как вот граната, которую убило, ранил Андрея Балконского на Бородинском поле. Кто помнит фильм Бондарчука «Война и мир». Вот такой шарик крутится, а в нем пороховой заряд. И в силу того, что вылетать пороховым газом некуда оттуда, вот он там благополучно взрывается. В ней, да. Ну, а вот в этой плавающей мине заряд, в принципе, не мог там быть сильно ограничен. Корпус у плавающей мины должен быть легким, чтобы она не утонула. Много пустого места в этой мине, иначе она утонет. Вот, ну вот, недоработка была технологическая, но уже сам факт появления этих мин, которые не потопили ни одного английского судна, корабля. Они, значит, взрывались под днищами. Было несколько таких взрывов. Ну, разные авторы по-разному утверждали. То, говорит, 10, то, говорит, так, вот, 2, 3, 4, 5, несколько. Ну, значит, даже, видите, не все взрывы одинаково воспринимались, да. Где-то, может, просто пухнуло, и все. Значит, ну, одни посчитали, как применение, другие не посчитали. Вот. Ну, оградило действие. В Двину не смогли они войти, потому что Усть-Идвины было блокировано. Усть-Двинск, так это место называлось, был защищен. Не смогли пройти в Керченский пролив, он был перекрыт. Ну, в Днепр бесполезно ходить, там днепровские пороги. А вот Бук, а вот, значит, Дунай были снабжены тогда, значит, минными заграждениями. Опять тоже далеко не уйдешь туда. А вот почему, от чего вот эти берега около Одессы, берега около Крыма, почему там не заблокировали, почему там не заблокированы были гавани, трудно сказать. Почему пришлось потопить, значит, корабли, значит, чтобы сделать заграждение при входе в гавань. Да, вы помните, да, вот я вот помню это по рассказам Толстого, севастопольским. Ну, и по всему, что с этим связано, что как раз вход в бухту Золотой Рог был перекрыт специально затопленными кораблями. Почему там не применили эти мины галивано-ударные, совсем непонятно. Вскоре после этого разразилась война в Соединенных Штатах, гражданская война. Там уже применялись мины и на реках, и в других местах. Ну, вот я повторюсь, как-то вот война была такого замечательного изобретательного народа. Много было там технических новшеств, технических изобретений. Фактически там был как-то постепенно создан новый вид военно-морских сил, значит, подводной силы. Да, там уже были первые, так сказать, удачные попытки, да. Хотя с трагическим исходом, значит, применение подводных лодок. Ставились мины на речках, ну, какие-то отдельные. Вот на фарватере поставят мину, и всё. А вот так, чтобы сделать такое заграждение, которое воспрещало бы действие, до этого дела не доходило. А ведь успех мины не в том, чтобы кого-то одного взорвать. Ну, действительно, во время войн погибло достаточно большое количество кораблей на минах и судов, да. Броненосцы гибли. Вот броненосец Петропавловск в русско-японскую войну погиб на японской мине. В Первую мировую войну что-то около 200 кораблей на минах подорвалось. И 180 минных тральчиков. Вот такая вот статистика была. Ну, то есть, это всё так достаточно много, но на фоне вот этой мировой войны это не так значительно было. Значительно было то, что они воспрещали действия флота в определённых районах. То есть, от, так сказать, взаимодействия флотов война перешла. Просто к воспрещению войны, просто к воспрещению взаимодействия мины не давали двигаться, значит, противнику. Вот при этом имейте в виду, что минное оружие, оно такое специфическое. С одной стороны, очень миролюбивое. В том смысле, что вооружённому противнику, вооружённому, готовому к войне противнику, оно не даёт воевать. Просто вот воспрещает, скажем так, деятельность, да? А с другой стороны, для мирного населения это бич. Мирное население не готово так вот быть на ты с минами, да? Оно идёт за грибами, траву косить, коров пасти и подрывается. Вот. Ну, вот такие вот двоякие вещи. Двоякие вещи. Но вот для перекрытия крупных участков морских и сухопутных границ, мины, конечно, труднозаменимы. Те страны, у которых большие границы сухопутные, в частности, там сейчас идёт движение по борьбе с сухопутными минами. Они, конечно, очень правильные, справедливые. Но, значит, страны, которые минными полями закрывают свои границы, они очень к этому относятся скептически. Как так, если запретить этот род вооружений, как они будут защищать границу? Сколько они потратят на это сил и средств без минно-взрывных заграждений? Так это называется. Собственно говоря, якобы придумал, якобы вместе с первым Нобелем, придумал мину вот такого типа, гальван-ударную, так она называлась. Гальван-ударная мина. Это вот её конструкция, ну, времён, скажем так, середины 20-го века. Вот полюбуйтесь-ка. Вот полюбуйтесь, как она выглядит. Значит, в ту пору, во-первых, во времена якобы, мина были не круглые. Это вот потом, значит, придумали делать круглые мины с такими вот рогами. Они поэтому назывались рогатая смерть. В то время мины были как поплавок. Представляете, поплавок или бакен. Вот такие они были мины. Ничего особенного не было придумано. Самое идеальное было это вот такой, так сказать, конус кверху и сверху плоский, чтобы не высовываться из воды. Вот. А это вот мина классическая такая вот, якорная мина. Вот он, якорь. Якорь – это штучка на колёсиках, который катится по рельсовому пути, сбрасывается в море, на дне устанавливается. И трос, который крепит мину. Он стравливается. Значит, мина поднимается, всплывает на определённую глубину, которая, можно сказать, задана вот длиной этого троса. Вот. Замечательная конструкция. В целом все эти идеи – это вот, значит, идеи российские шведа, Нобеля и немца, якобы. Вот, значит, два русских изобретателя. Вот так устроено. Поплавок. В поплавке зарядная камера. Сейчас зарядная камера – это другое изобретение Нобелей. Современные взрывчатые вещества, одним словом, так сказать, динамит. Динамит не нуждается в том, чтобы его удерживали от разлетания, как вот дымный порох, например. Да, вот он не нуждается в этом. Поэтому взрывается очень хорошо и внятно. Детонатор. И детонатор приводится в действие вот одним из этих вот гальваноударных элементов. Под этим вот свинцовым колпачком, колпачок из свинца, он, поэтому, легко сминается от удара о борт корабля. Там находится, значит, гальванический элемент, который от удара, значит, пропитывается кислотой и начинает работать, как источник тока. Выпускается ток, и ба-бах, и взрывается мина. Вот и все. Идея простая до ужаса. Придуманная якоби. Вот так вот это все и было сделано. Эммануэль Нобель и Борис Семенович Якоби, будем их называть их именами, вот создали такого рода мину. Замечательная мина. Вся военная наука из-за этого была переделана. Военно-морская наука. То есть все эти вот бои в линии там, да. Ну, простенькое судно, любой, любой торговый корабль превращался в склад мин, и в любом месте, акватории и море, хоть у берегов противника, можно было поставить мины. Я не знаю, правда или нет, но вот рассказывает такую вещь, что перед началом это рассказывает писатель Соболев. Леонид Соболев, такой вот морской писатель, у него есть произведение «Капитальный ремонт», повествует оно об эпохе, скажем так, начала Первой мировой войны, вот начинается и кончается эта вот революция. О том, как капитальный ремонт, скажем так, царского военно-морского флота. Вот так вот, так сказать, переход его в состояние, так сказать, Красный флот. Ну, вот в первых частях «Капитальный ремонт» вон там описывается некий персонаж, который обратился к своему руководству, значит, морской офицеровский, с идеей взять транспорт, пробраться к берегам Германии и поставить около порта, около военно-морских баз, значит, минные заграждения. Ну, а транспорт можно и затопить этот, он уже не нужен будет без этих самых мин, не представляет он ценности, интереса. Ну, вот, якобы его тогдашняя царская администрация военно-морская не поддержала, хотя идея была замечательная, хорошая, прекрасная, действительно парализовала бы действия. Ну, надо сказать, что эта идея была очень в духе идеи российских тогдашних морских дел. Кстати, придумали первый минный заградитель подводный, подводный лот, который могла скрытно пробраться к берегам противника, не караулить никого, не торпедировать, а тихо, мирно на фарватере поставить мины, испортить настроение. Ну, не надо думать, что эти мины помогут, так сказать, потопить кого-то, они помогут победить, они затруднят действие. Перед тем, как выйти из гавани, придется тралить фарватер, да, терять время. А протралил, а тут еще, опять какой-нибудь подводный минный заградитель прокрался и поставил эти мины. Вот видите как, то есть война приобрела совсем другой характер на море. Из таких вот рейдов красивых, красивых баталий с клубами порохового дыма, она превратилась вот в рутинную работу сбрасывания за борт, как показано вот на этой картинке, каких-то, значит, поплавочков. Вот, кстати, как этот поплавок работает, давайте я вам покажу. Вот корабль, а, кстати говоря, вот на моделях всех кораблей военных, это можно в любом военно-морском музее посмотреть, значит, у них вся палуба испещрена, ну, исчерчена, лучше сказать, не испещрена, такими рельсовыми путями. Это как раз рельсовые пути вот для подвозки вот такого рода мин. То есть любой корабль должен был быть, значит, приспосабливаем для постановки минных заграждений, милое дело. Плывет себе и бросает за собой вот эти вот, значит, грузики, поплавочки. А поплавочек очень хитрый, просто устроен. У него спускается вот такой вот якорь, который сигнализирует о том, что он достиг дна. И, значит, выматывается вот на определенной глубине, начинает отматываться, отматываться якорь, отматывалась нужная глубина, нужное расстояние, коснулись дна. И вот это вот, значит, глубина, на которой должно быть, вот аж, то, что называется, должна быть мина, да? То есть мина находится почти у поверхности воды и опускает свой якорь. Якорь, якорь перестает отматывать трос, и, соответственно, на глубине вот на этой аж оказывается мина, которая караулит свою жертву. Ну, вернее, ждет, пока ее, значит, придет, так сказать, тральщик и обезвредит, уничтожит. А вот это вот как раз подводный минный заградитель, но уже такой в современном исполнении. Тут используется донная мина. То есть просто выбросили и валяется на дне вот эти донные мины. Ну, вот донную мину, пожалуй, первую, правда, обсервационную, то есть которая приводится в действие с берега, когда вы увидите, что над ней находится корабль, вот применил Шиллинг, вот наш соотечественник. Значит, вот он ее придумал. А тут вот такая мина, она, конечно, и датчики должна иметь, магнитные датчики, например, акустические датчики. Есть такие мины, ну, по крайней мере, о них пишет пресса, что он сам включился, эта мина, сплыла и догнала корабль, и он винт ударил, взорвала, поразила его. Ну, такие вот, тем не менее, очень неприятные объекты, которые мешают жить на море, да? Да, никакой жизни, куда не пойдешь, везде мины. О, поплыла лодка, ба-а-а, за мину зацепились, ну, что за жизнь. А у мины есть еще минные защитники, вот они, чтобы нельзя было ее протралить. Они вот, значит, подрываются, уничтожают тралы, которыми пытаются протралить мину, откусить. Еще вот тут поплавочек, который знает, что ее начинают тралить уже, вот как. Ну, в общем, сплошные обманы. То есть придумывают что-нибудь, вот чему дал толчок к развитию, значит, якобы с Нобелем. Кстати, мины очень интересно изобретать, согласитесь. Всякие такие, значит, находочки появляются, да? Как это привести в действие, как обезопасить, как не привести в действие в каком-то случае, да? Вот это очень так вот замечательно и полезно для изобретателей пособия изобретать мины. Ну, сейчас рекомендовать бесполезно, но тем не менее. А, это вот как раз подводные мины, которые должны на дне валяться. Видите, как скромно она сделана, заряд взрывчатки, датчик, который чувствует, откуда идет цель, источник питания. И, значит, вот он, бабах, это та самая, которую лодка как вот откладывает на дно, как рыба, икру. Или самолет сбрасывается парашютиком. А парашютик еще бывает такой, что в воде растворяется. Вот до чего техника дошла. Но все эти находки, изобретения, это старинные, фактически по теперешним меркам, времен конца Первой мировой, Второй мировой войны, простите. Вот тогда вот авиация активно применялась для разбрасывания магнитных мин. Немцы минировали Севастопольскую гавань в 1941 году, в первые, значит, часы войны, сбрасывали туда магнитные мины. Вот был такой момент. Тоже очень такое смелое изобретение, но вот к Нобелю оно, не знаю, к счастью или к сожалению, не имеет отношения. Вся эта борьба с минами, как показалось, закончилась с изобретением вот этих вот самодвижущихся мин, как тогда называли. То есть торпед, да, торпеды. Он считал, что торпеда – это такое универсальное оружие, с которым бороться невозможно, что это как бы мина, которая может поразить цель в гавани, да. Так, вроде, мину надо поставить и ждать, пока корабль к ней подплывет. А это сама за кораблем гонится. Ну, кстати говоря, торпеды оказались менее эффективным, да, оружием. Они, конечно, пустили на дно гораздо больше кораблей, чем мины стационарные. Поймите правильно, мое такое к ним пониженное отношение. Пустили-то они кораблей больше. Но для того, чтобы пустить корабль на дно, нужно, значит, близко подкрасться. Это подводная лодка или там торпедный катер или еще что-нибудь в этом роде. В ту пору очень подкупала простота их применения. Торпедные катера, миноноски, так это называлось. Любой маленький паровой катер легко превращался, как тогда казалось, в грозное оружие. Потому что артиллерия, так сказать, корабельная, не была предназначена для борьбы с такими мелкими, быстро движущимися целями. Артиллерия должна была поражать себе подобных, то есть крейсеры, линкоры, вот такие вот корабли такого класса. Это вот такая кроха плывет, видите, вот. И что с ней сделаешь? Вот посмотрите на такую кроху, которая могла плыть. Вот, видите, у нее вот эта вот труба, это торпедный аппарат. Плывет, плывет и перед собой бросает эту вот самодвижущуюся мину, да, вот так вот. Переделывали в это дело все, что угодно. Ну, конструктивно переделывали. Вот, вот всякие вот крейсеры, например. Вот такой вот крейсер маленький. Вот, кстати, два подхода. Один крейсер немножко высовывается. Это минное судно, так его называют. Немножко высовывается из воды, осадка маленькая. А другой хоть и немножко высовывается, хоть и небольшая осадка, а то большой высоченный фальшборд, да, чтобы водой не заливало. Вот, ну и торпеда по такому же принципу спускает вперед себя, по врагу, вперед, ура. Ну вот еще один такой же вот миноносец. То есть вот такие вот суда быстро, быстро потеряли всякий смысл, как только появилась скорострельная артиллерия. Ее специально называли противоминная артиллерия, то есть стрелять по миноносцам, по миноноскам, и все. А мины, те нормальные, остались. То есть вот эта вот эйфория от самодвижущихся мин, от торпед, она быстро прошла. То есть они оказались не такими уж эффективными, не изменили положение дела. Хотя заставили все корабли на стоянках носить вокруг себя, значит, сети противоторпедные, чтобы как бы чего не получилось. Это вот тоже нагрузку навалили, да. То есть экипажа вместо того, чтобы заниматься боевой подготовкой, пушки чистить, тем надо расставлять вот это вот бонное заграждение, да, дополнительный личный состав для этого иметь. Так вот, чем я хочу закончить эту свою экскурсию в разные минно-взрывные вещи? Нобель и Якоби изобрели оружие, изменившее стратегию морской войны. Морская война, причем вот это оружие уникальное в том смысле, что, смотрите, вот торпеда до тех пор была эффективна, пока на кораблях не установили мелкокалиберную скорострельную артиллерию, способную бороться с этими торпедными катерами. Ну, быстро навести, бах-бах-бах-бах-бах-бах, револьверные пушки назывались, это против торпедных катеров. Все, значит, большие корабли от торпед потери нести перестали, да, и все. А мины, ну, она лежит под водой, она простая, она вообще не интеллектуальное оружие. Бросили, она лежит, не наводить, ничего, мешается она просто, убери меня, а тут еще поставят тебе такую же штуковину, и ее будешь убирать. То есть вот постоянное занятие. То есть противник не воюет с тобой, а просто расчищает эти минные заграждения, как мило придумано. Кстати, снижает жертвы на войне, да. Да, франко-прусская война, в общем-то говоря, была выиграна немцами, то есть Пруссией. Это война 1871 года, так сказать, седанская катастрофа, всякие вот такие вот слова. В том числе благодаря вот таким вот плавающим минам они их приняли на вооружение и защитили все свое побережье. Французский флот ничего не смог сделать, а французский флот был гораздо сильнее тогдашнего прусского флота, только что, наверное, появившегося. Спасибо вам за внимание. Да здравствует наука. Всех благ вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok